Христос воскресе из мертвых Из мертвых смерти смерть поправ, Исущий в огроме животное море. Господи, благослови наши занятия. Не дай нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания слов Твоих Божественных. Сохрани нас в любви, согласии и единомыслии. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Послание к Галатам, Святого Апостола Павла, 6 глава, 5 стих. Ибо каждый понесет свое бремя толкованием. Зачем хвалишься пред ближним? И ты, и он понесете каждый свое бремя, и тогда будет оценено дело каждого. Посему, когда ты имеешь бремя и труды, не хвались добрым делом ни перед другими, ни перед самим собой. Галатам, 6, 6. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Толкованием. Наконец, говорит об учащих, дабы наставляемые ими помогали наставникам ни в одном чем-нибудь, но во всех благах уделяя им пищу, одежду, оказывая почтение, расположение и все вообще хорошее. Ибо получаешь больше того, что даешь. Вместо вещественных благ получаешь духовных. Посему и называют это дело общением, потому что происходит обмен. Но почему Христос определил, чтобы учителя получали пропитание от учеников? По двум следующим причинам. Чтобы с одной стороны учителя не превозносились сильно, но нуждаясь в учениках были скромны, чтобы посвящали время только слову, не заботясь о пище. А с другой стороны, чтобы и ученики в доброте к своим учителям учились быть такими же и по отношению к другим. И в то же время не стыдились и сами, находясь в бедности и нужде, так как и учителя их таковы. Вопросы? Я всегда поясняю, что если ты это пережил, то легко запоминается. Вот когда-то что-то начинает, помогает, я отказываюсь всегда. И отказываюсь не то, что скромность какая, просто я не привык к этому. И всегда в ответ говорят, да вы что, вы для нас проповедовали, говорили. То есть вот эти самые слова люди говорят, это в душе написано. Если человек никогда не слышал вот этой благодарности за проповедь, за обращение, то надо задуматься, с чем придешь перед Господом. Оно-то все естественно вытекает. Притом независимо от того, первый раз ты встречаешься там, или это прихожане церкви, где ты находишься, разницы никакой нет. Мы стоим в каком-то районе, ну где-то там ездили по библиотекам, беседуем. Вдруг подходит целая компания, послушать, послушали. Который самый старый отзывает в сторону, вы пожалуйста возьмите от нас деньги. Возьмите, вам долго ехать, то другое. В другом месте я уж могу назвать даже Ставрополье. Библиотекарь, мы даром даем, даром. Она в другую комнату уводит, дает деньги. Возьмите, пожалуйста. Это такое для нас. Для нас это праздник. Праздник, что когда новая книга появляется, а тут не одна. То есть вот это испытаешь ты и поймешь, сколько заложено здесь благодарности с той стороны, которой ты даешь. И как у тебя, в душе эта ликующая нота все время звучит. Это очень сильные слова. Но их надо воплотить. А если ты сидишь где-то за стеной, как монах, кому ты нужен? Ни от тебя ничего и не будет. Я где-то прочитал, что кто-то сказал в древности, что если бы знание давалось под условием никому его не передавать, я отказался бы от самого знания. Вот почему и говорится, смотрите, поминайте те, которые проповедовали вам Слово Божие. Согласно этому, в житиях мало кого можно поминать-то, святых-то. Потому что он сидел один, ничего и не делал, где-то в горах, в дупле или в какой-то келье. Вот что в этих словах. Галатам 6, 7-8 стихи. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, пожнет от плоти тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Толкование. Так как часто некоторые обвиняли учителей в дурной жизни, презирали их и не питали их в бедности, то он, хотя это и после говорит, делая добро, да не уливаем. Но и теперь показывает... Пока, до свидания. До свидания. Андрей, микрофон. Так как, еще раз, так как часто некоторые обвиняли учителей в дурной жизни, презирали их и не питали их в бедности, то он, хотя это и после говорит, делая добро, да не унывает, не унываем. Но и теперь показывает, что и к таким учителям должно быть щедрыми, так как этот раз происходит на дело духовное. Итак, сравнивая издержки на дела плотские с тратой на духовное, он говорит, если ты будешь тратиться на плоть, приготовляя обеды и разные приправы, сея пьянство, роскошь и обжорство, то пожнешь тление. Ибо и само это гибнет, и тело с собой губит. А если будешь сеять духовно, то есть духовные дела, обнаруживая ко всем сострадание, храня воздержание, то пожнешь жизнь вечную. Ибо Бог осмеян и обманут не бывает, но воздаст тогда каждому свое. Итак, лучше тратить на дела духовные, которым относятся и издержки на учителей, чем на плотские наслаждения, которые тленны и расклевают тело. Потому что от наслаждений и излишеств происходят болезни. Галатам 6, 9. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Теперь яснее показывает, что если бы и дурны были те, которые просят у нас, мы не должны ослабевать своих благодеяниев к ним. Но указанием на то, что не должны ослабевать, советует щедрость и непрестанное даяние. Потом много потребовав, он тотчас и награду указывает именно поожнем. «Каким образом? Не ослабевая, то есть не имея никакого утруждения, но совершенное спокойствие. Ибо здесь соединяются с жатвой изнурения и труды, а там не так». То есть имеется в виду здесь, на земле, труды, изнурения, а там, то есть вечности, ничего этого уже не понадобится. «Иди сюда, пускай, иди ко мне, пускай, пускай». «Галатам 6.10». Итак, «Доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверим». Толкование. «Как не всегда удобно сеять, так точно и оказывать дела милосердия, что показывают и Девы, и Лазарь. Поэтому пока имеем время в этой жизни не только учителям, но и эллинам и иудеям будем оказывать добро, то есть благодеяние и милосердие. Конечно, не в одинаковой мере нужно оказывать пособие сим последним и единоверцам, но большую щедрость нужно оказывать верующим. Ибо на это указывает словом наипаче. Но заметьте, в этом случае насколько он удаляет их от иудейской узости. Ибо закон открывал сердце в отношении к единоплеменникам. Благодать же призывает землю и море к трапезе милосердия, хотя и не в одинаковой мере, как сказано. Вопросы? Владимир Тихонович, есть что добавить? Опять же, надо на практике это все применять. И каждый день находить возможность посеять себе. И абсолютно точно могу засвидетельствовать большим, огромным опытом жизни. Никогда ты не останешься голодным. Тем более, когда речь идет о православных. Люди очень щедрые. Обязательно тебя пригласят, как Павла. И ты увидишь, что Слово Божие живое и действие. И поэтому налихо запоминается, ну, не просто ты какие-то арифметические там процессы делаешь, а именно на практике. до Коли есть время. А какое время? А вот тебя арестовали или заболел ты. И все, и ты не сможешь сделать то, что можно было делать. Пойти, навестить, пойти, рассказать, пойти, принести. Ведь это не сегодня нам и сказано-то. А наипаще своим поверишь. А вот теперь ты и выбери, как кому. Поверь, если вера одинаковая, ну, единоверцы, в первую очередь им. А хватит ли у тебя сил на других-то? Ну, иногда получается по-другому. Вот мы, когда шли по камерам, сотрудничали с тюрьмой, то в первую очередь старались помогать быть другой вере. Своих, которые знают, они там друг друга поддержат, а этот, который там чеченец или кто-то, он попал. Это он на свободе, когда их много, они такие. А там его задолбят. Я в первую очередь стараюсь помочь им, потому что он близок к отчаянию. Что ему нужно, там дать бумаги, Евангелие, может быть еще что-то, что разрешено официально. Тут тоже своим поверь это общее. А иногда обстоятельства показывают, что в первую очередь показать, оказать помощь раненому, заключенному, иноверцу, мусульманину там. Это тоже на практике надо видеть. Ну, когда дома сидишь, никакой практики нету. Мудрость, это, говорит, седина старцев. А сегодня разговаривали, старцы с ума выше выжили. Будут разумляемы сновидениями, а тут именно оглупляемые, всякие глупости. А почему? Что зарядил, то и есть. Что юное получилось, у тебя задобыл, то в старости оно все вылезет. Беспамятное, ничего не знают, никому не нужны, все их отверглись. А верующие и в старости сочно, плодовитые и свежие. Тебя будут искать, спрашивать, ты будешь нужны людей. Поэтому для всех вот этот закон поторопись, пока есть возможность. Делай всем, а ты не знаешь, какое семя прорастет. Я сегодня говорил о Сергее, который парализован это. Он охранитель. Батюшка сейчас звонил только и сказал, прошло собрание, единогласно его приняли. Вот додумался же на это такое сделать, заочно стать членом общины. Сейчас я на Лену выходить должен буду, и чтобы она прислала документ на бланке синей печати, и тогда я ему отошлю. Неприятное известие получили. Северный Рыжковский пурт прорвало. Внизу в самом, там два с лишним метра мерзный грунт не продолбит ничего, бобры. Сантиметров наверное 30, не меньше дыра диаметра. И там они зимой ничего не было, а теперь туда хлынула вода, и не остановить ничего не могут. Там сбились они все. Только сейчас. а там озеро, огромное озеро получилось. Мы же высоко подняли, все сделали, но это от нас не зависело. Я их прятал, этих бобров, а теперь разочаровался в них. Написано вот здесь, они, портят дамбы, это именно с нами, вот мы видишь как, проиграли. Они второй пруд нам изгадили. Еще теперь надо искать охотников где-то и даром отдать все им, пусть они их берут. Борьба с бобрами. до того умное животное, я за них везде заступался, а сейчас отступился. Они мне большие суммы обойдется, снова нанимать технику, раздалбливать, 1150 обойдется мне эта шкурка. Отошел. Галатам 6.11 Видите, как много написал я вам своей рукою толкования. Немного поговорив в нравственном духе, он снова возвращается к прежнему, что тревожило его сердце и показывает, что сам собственноручно написал все это послание, не для того, чтобы только показать к ним любовь, но чтобы и уничтожить злое подозрение. Так как клеветали, что он проповедует одним одно, другим другое, поэтому он вынужден был дать письменное свидетельство своей проповеди. А прочие послания писали другие, сам же он подписывал только приветствия. Выражение же как много указывает не на обширность, а на некрасивость письма, как бы говоря, хотя я и не умею прекрасно писать, однако принужден был собственноручно написать это послание. Галатам 6, 12. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезаться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Толкование. Желающие хвалиться по плоти, то есть у людей, именно у иудеев, ибо они порицали их как отступников от отеческих обычаев, принуждают вас обрезаться, оправдываясь переудеями через вашу плоть. А словом принуждают показал, что они неохотно переносят его, и вместе с тем дают им побуждение к возвращению, как невольно заблуждающимся. И по другой говорит причине они делают это, ибо чтобы не подвергнуться им преследованию и гонению из-за креста и веры, потому они приступают ее и обрезываются, они желают и другим быть участниками в обрезании. Вопросы? Галатом 6, 13. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, рады похвалиться в вашей плоти. Открывание. Не по человеку годию только говорит, но и по честолюбию делают это. Ибо не по ревности к закону или ради благочестия, говорит он, совершают это, не это, но и за честолюбие, дабы похвалиться в вашей плоти. То есть, чтобы похвалиться обрезанием вашей плоти, так как они якобы ваши учителя и имеют вас учениками. Вопросы? То есть, понятно, для чего они принуждали обрезаться. Похвалиться, что вот мои ученики, благодаря моей проповеди приняли обрезание. А сами законы не соблюдали. То есть, обрезаны то они были, а другое это они не делали, Павел пишет. А принуждали обрезаться не только из-за человекогодия, но и за честолюбие еще. Что такое честолюбие? Ну, смотрите, сколько у меня учеников, это вот я их обратил, ой, какой хороший учитель, давайте, им честь, и давление, они любили это, это и называется честолюбие. А Павел тот совершенно по-другому поступал. Далее он пишет, в чем именно отличие кардинальное от этих лжеучителей у него было. Галатам 6, 14, «А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят и я для мира». Толкование. Те, говорит, пусть хвалятся обрезанием, делом отмененным, но для меня да не будет другой похвалы, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, то есть верой в распятого, который крест отменил в закон, отвращался от всего как непотребного, призывая даже на это помощь Божию. В чем же состоит похвала о кресте? В том, что для меня недостойного был распят Господь, так возлюбивший меня, что предал даже самого себя. Итак, для Павла и для всякого верующего крест служил предметом похвалы, потому что в нем проявляется любовь Господа к нам. И какой раб не хвалится любовью своего Господина? Миром называет житейские дела, славу, богатство, удовольствие. Итак, они умерли для меня, и я мертв для них. Двойное умерщвление. И они не могут овладеть мной, так как мертвы, и я сам прибегнуть к ним, потому что мертв. вопросов. Галатам 6, глава 15-16 стихии. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни не обрезание, а новая тварь, тем, которые поступают по всему правилу мир им и милость и Израилю Божию. Толкование. Не указывай, говорит он, мне на обрезание, которое не имеет никакой силы и бесполезно, как и не обрезание. Ибо Христос все обновил и требует от нас новой жизни. Жизнь во Христе новая тварь, потому что души ваши обветшавшие грехом теперь обновились крещением, и потому что в будущем веке обновившись телом и сделавшись нетленными, мы удостоимся нетления и славы. Итак, кто пребудет в этом правиле новой жизни по образу Христа, избегая от обветшавшего и потерявшего силу обрезания, тот достигнет мира с Богом, освободившись от грехов, которые делают Бога врагом нам, и удостоится человеколюбие, не подвергаясь уже ненависти, как враг Божий, но удостаиваясь милосердия, так, как наступил для него мир крестом и благодатью. И таковые составляют Израиля в собственном смысле, как видящие Бога, а те, которые не таковые, хотя бы и были израильтянами по роду, ложно так называют. А это заимствовал Павел у Давида, который говорит мир на Израиля. Псалом 124, пятый стих. Лапосы. А сколько сегодня человек у нас здесь на занятиях? Кроме нас с тобой? Десять. Десять. Десять-то. что же молчат-то остальные? Тут простые вопросы? Почему молчат? Андрей Рокачевский микрофон выключи, пожалуйста. Что молчат? Понятно все, видимо? Ну, раз понятно, кому я буду отвечать, когда всем понятно? Тут отвечать некому. так вот, новая тварь-то, вот это как раз и показывает, мы новая или не новая. Здесь не может на первом месте быть национальная, религиозная, там, ну, разная временная форма. Новая, все по-другому. По-другому мыслиться, по-другому живет во Христе тварь. Все по-другому. Другое жилище, другая пища, другое отношение к людям, к своим единоверцам, к молитве. Все другое, почему называется ину бытие. А если этого нет, то в чем тогда было обращение? Вот он шел в одном направлении покаяния, как называют метанои, там, по-гречески, поворот в другом направлении. Если шел ты на запад, теперь повернул на восток. И сам себя проверь. Я как-то говорил уже об этом. Игорь-то смеялся глушков. Я говорю, следующая тема занятий будет заголовок. Запишите, почему я такой вредный? Он вышел ко мне, а как я узнаю, какой вы вредный? Так тебе зачем знать? Ты про себя расскажи, он тогда засмеялся. Так это я про себя. Заголовок-то, почему я такой вредный? Я, ты. Ну и выступи, скажи, напиши. Не написали. А я написал целый трактат. Кто что говорит, иногда бывает это верно, что показывает. И не побоялся это, а он так и остался, ничего не написал. В момент, когда ты обратился к Богу, новой тварью стал, это заметят самые близкие люди, а это больше всего. Ты не пророк в своем отечестве, а бывают дома те, которые следят за тобой внимательно, которые не хотят, чтобы был таким верующим. У меня стихотворение, я давно писал, еще был, в школе учился, отцу писал, посвященный, как надо в беде случиться, служить греху смертельно я устал, в мечтах меня ты видел коммунистом, а я нашел воскресшего Христа. Вот как. Это гонители будут, и все, как ты будешь на это реагировать, на смешки, поношения, статус твой будет совершенно другой, а со временем глядишь, и как-то изменится, родственники один за другим будут принимать Слово Божие, куда тебе Бог пошлет. Вот на слово новая тварь нужно обратить особое внимание, а обращаешь тогда, когда ты стал новой тварью, а когда не стал, ты никогда не будешь говорить. У нас Армандо работала Марина Дубунова, а там две православные молодые, они ни под каким видом не хотели, чтобы молиться можно русскими словами, и чтобы она ни говорила, у них все, секта, секта, а сами ничего не знают, ну и одеваются не так, как мы одеваемся. Почему? Не новая тварь. И они не вытерпели ее и уволились с работы. Ушли, ее оставили одну. Поэтому себя надо проверять, как встаешь, во сколько, какие отношения, все изменится. Даже трактовка снов твоих будет другая. Во сне будешь проповедовать, говорить, я говорю, ты хоть раз видел, проповедовал кому-то? Нет. А у меня почти каждый день с ректором беседую, второй институт, третий беру, во сне народ собирается, приходит, не умещается где-то в аудиторию, я веду занятия на улице с ними, это во сне. Вот и все. Это иное. Иное зависит от твоей отдачи Господу. Здесь заложено зерно. А если не стал новой тварью, не родился свыше. Родить это новая тварь. А если не родился, Духа Святого не имеешь. Вот тебе роковой стих римлянам 8-9. Кто не имеет Духа Христова, тот и не его. А рождение возможно от Духа Святого. Сегодня как раз мы говорили об этом. Сидите и ждите обетованного Духа. Исполните силу и пойдете. А раз никуда не идет человек, новая тварь не исполнится, никуда не идет. Ну кому надо он сам обратиться. Почему я должен-то? Апостолы так не рассуждали. Они шли. И видения у них были такие. Приди к нам и помоги нам. А потом пошли видения икона. Икона пошла двинулась, во сне видят. И на том месте будет строить монастырь. Храмы, они пустые, строят 200 храмов в Москве. Лозунг патриарха. Зачем? Новая тварь. Она ищет то, чтобы другие стали новой тварью. У них забота непрерывная. Если кто не станет новой тварью, ничего не будет. А читает Исаия 11 глава. Лев и ягненок вместе. Да где оно вместе-то? Гнездо аспида и ребенок прострет руку свою на них. Как вместе? А вот так. Шел лев, рыкал. Искал, кого поглотить. И вот доходят до Дамаска и уже обращенный. Приходит епископ и к нему Анания. А Анания это ягненок. И он его крестит. Вот что это означает. Новая тварь. Все новое. И тебя если пошлют где-то убивать кого-то, ты не будешь убивать, а будешь обращать их. Сам погибнешь, а душу за него отдашь. В этом слишком много. Это все. И твое питание, столовая, болезни. Все от этого зависит. Как ты будешь на это реагировать? Понятно я говорю или нет? А если ты не стал новой тварью, я не конкретно кому-то говорю. Не испытал этого, тебе разницы нет. Ну а зачем это нужно? Наш следователь допрашивает и говорит, ну что вам надо? Ну у меня бабка, он верит. Входит в церковь, никто не трогает. Сидели бы тихо-то. Он это знает и правильно говорит. Арестовали-то не за то, что ты веришь, а за то, что ты другим говоришь. За то, что сеешь семя. И не запретили накрепко вам. А если бы они верили, в доме сидели, монастырь устроили, их бы никогда Синедрион не вызывал на допрос и не били бы. А их били крепко и накрепко запретили. А они не слушали. Кого больше слушать? Вот это они сказали на момент проповеди. Кого больше слушать? Бога ли человека? А сегодня хоть ты убьешь, не пойдет никуда. Да представь, сколько православных. Да мы назвались бы православные свидетели Иеговы. Вот как надо называть. Да пошли бы. Да все. Да разве такая была бы обстановка в стране? 85% что ли называют себя православными. Да 5% даже не идут. Вот что нужно делать. А сказать, я скажу, а он не поймет даже, раз он сам не ходит. Вот сейчас только вы вернулись, сходили. И мы выставляем. Даже сейчас, в данное время, вот вы же сегодня там были, я еще не смотрел. Каждый раз раздаете, беседуете, идете. Да хотя бы вот такая, хотя бы такая маленькая была бы благовестническая миссия, и то видно было бы. Вот это миссия, миссионерская работа. Двое идут, надеются на Бога, а не то, что при епархиях там образуют, собираются кучи и давят, кто послабее найдут. Вот и все. Отошел. Галанам 6, 17. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Толкование. Это говорит он не как утомленный и обезнадеженный, да и как это возможно тому, который выщевает настой во время и не во время. Второй Тимофеев 4, 2. А из желания, чтобы данные им постановления были непоколебимы, и чтобы галаты не ждали от него ничего другого, но были убеждены, что он так проповедует. Поправдание, говорит он, против тех, которые говорят вам, что я лицемер и в других местах проповедую обрезание, я имею язвы и напасти ради Христа, ибо они сильнее всякой речи свидетельствуют, что я подвергся опасностям не за закон, а за учение Христова, и не сказал и мерю, а ношу, как некий трофей или царский знак отличия, и горжусь ими. Вопросы? Ну, Игнат Тихонович, а вот вам приходилось плавиться своими трофеями, дабы не увели учеников от истины ваших. Ну-ка, повтори еще раз. Ну, вот апостол Павел хвалится трофеями, то есть то, что он имеет на своем теле язвы Христа, что он гонил средств Христов, и это он делает не для того, чтобы там возвысить себя, а для того, чтобы ученики его, которые уши развесили перед уже учителями и стали внимать клеветом и поношением. И вы часто говорите, что все это вы пережили, что судьба ваша похожа на апостола Павла. Я вас спрашиваю, приходилось ли вам хвалиться своими трофеями, язвами Христа, что вас мучили и морозили в память, и потом. Ну, но тут-то самое главное, какой трофей, что он имеет в виду. Он говорит, язвы ношу, язвы, раны. Я вот с трудом каждое утро надеваю, другой рукой помогаю, чтобы руку эту одеть. Под себя не знаю, куда руку положить, они вывершенные руки-то. Сотрудники компетентные меня выворачивали. И как они меня мучили психиатрией, надували тело, подвешивали. Ну, все это, конечно, в прошлом, а все равно, вот, мне характеристику давал, народная линия запросила, местный митрополит, и он подчеркнул, он на меня исповедник, а местные ничего не знают. Исповедник, исповедник, который был мучен, но не умер. То мученик, а это исповедник. Исповедники, когда были на Первом Вселенском соборе, а их мучили, раскаленный брусок железа руками замыкали, им в руки давали, у них пальцы-то как перегорели, сухожили, скрючились, и Константин Великий целовал эти руки. Руки, которые, но они исповедники были, мучеников только вспоминают. Это трофей, но трофей-то это награда, награда, то, допустим, воевали трофеи, и я завоевал там ту местность и табун лошадей, или завоевал еще что-то, это трофей мой, завоеванный. Но главное-то что? Если человек обратился, и главное-то раны за Христа, раны показать перед Богом. Вот и все. А если человек ничего не делал, сидел, ничего не будет. Как хвалиться? Ну, слух-то не хвалишься, ну, Павел тут сказал уже, но ты-то всегда знаешь, что это было благое время. Я вспоминаю, лучшие мои минуты жизни были, когда меня били, когда я в тюрьме сидел, и когда на операционном столе лежал, меня резали. Это самое, ну, духовное, или, как сказать, светлое время в моей жизни было. А сегодня какие-то побрякушки, ордена, там, Александра Невского, там, Даниила Московского дают, игрушки, железками обвешиваются, да мало еще за убийство, которое, ну, сейчас-то почти нет таких, служил в армии или где-то заработал там за убийство. И он этим хвалится. Ты хвались тем, что дал Господь. Если есть трофей, и ты там был, то есть новая душа обратилась. Вот я разговаривал когда с кем? С баптистами, которые сидели там, и отец Глеб Якунин семь лет в якутских лагерях там отбывал, где только не был он. Зоя Крахмальникова, Саша Огородникова, он вернулся, ему какую-то медаль там Маргарет Тэтчер прислала. Он очень мужественный. Но я спрашиваю, а было такое? Вот в Москве, когда я был с ними, беседовал, они даже не слыхали, говорит, чтобы следователь обратился и покаялся и принял крещение. Следователь. И следователь, поставленный краевой прокуратурой. Начальник тюрьмы меня вызывал, постоянно беседовали. Нет, время опять вызовет. Да мало того, еще разрешил один раз позвонить, чтобы мне сапоги принесли. И у него не было по-другому, как дорогой мой или любимый мой, скажет. После, когда освободился, встречались и начальник тюрьмы, и умер по-христиански. А почему? Это трофей. Это то, что завоевано было. А сколько людей, которые разъехались, не видели, но которые каялись, молились, нас отсаживали вместе. Это-то, вот этот главный трофей. А трофей этот, рано-ранами хвались, а они по гремушками разными, как по гремушками назвал патриарх Кирилл, этих, игумени-ягумени, там разные кресты, да все, чтобы убрали немедленно. Я всегда повторяю, у меня нет никаких званий, никаких медалей, ничего нету, нигде не заслужил, ни семинарий, ни академии. Просто я люблю Господа, люблю Слово Божие. А уж остальное Бог как усмотрит. А будешь и ты спасен, да Бог его знает. Я надеюсь, я же не баптист, если бы был баптист, я бы уже ноги с облаков свешил. А так все время, каждый день помилуй меня грешного, грешный, грешный на каждом шагу. А почему? Да такие мы есть, православные. И поэтому прочитал один раз вот про этот трофей, хороший вопрос задал. А теперь подумай, а как я его, этот трофей добуду? А это гонение может быть завтра. А когда ты сегодня говоришь, тебя преследуют свои же единоверцы, клевещут, поносят тебя. Вот я сегодня вышел только после занятия уже. Ко мне подходит одна душа, в коридоре меня поймала там на улице, и говорит, прости меня. Вот вы говорили, что там протопоп на них, она говорит, и я его лаял, то есть облаял. Я тоже лаял на вас. На того, так интересно смотреть на него, ничего себе лаял, а по комплексу в два раза толще меня. Лаял. Да зачем же ты лаял, я говорю, тебе еще заняться больше нечем-то. На меня это не влияет никак, ты там говорила, я знать не знаю, страдаешь, а ты мучаешься. Как один на занятия ходил там, Саша его звать, Кощетков, и он в телефон мне звонит, дома я сижу, телефон у меня в Барнаульске, 24-38-46, ну, и вот он звонит. А ты знаешь, нет, сейчас я попутно скажу, 385-2, это код Барнаульский, 385-2, звонит мне, я задыхаюсь, я, наверное, умру сегодня, а моложе меня там лет на 20-30. Ну, я говорю, ну что, помирай, а он выпивал раньше. Да я хотел покаяться перед вами, а чем? Так я к вам ходил на занятия в дом, ну, я говорю, ну, это неплохо, так я не случайно ходил, меня КГБ направляло туда, я все узнавал и им говорил. Я говорю, Саша, а что ты узнавал? Ну, что, занятия идут? Да конец без тебя знали. Ну, что у вас на квартире живет девушка? Я говорю, и какая? Ну, ваша сестра родная. Ну, да они же это знали, она на аппаратурном работала, Марфа. А что ты еще рассказывал? А больше ничего не было. Да успокойся, помирай, я говорю, спокойно. Помирать-то ему. Ой-ой-ой. Вот понимаешь, он сам себе эту неприятность осоздал. И он мне рано думал нанести. Да нет. Но ничего нет. Это вспоминается, когда свергли статуи императора Феодосия. Ну, и сразу недруги пообщались в столичный город, чтобы сообщать. Это проповеди Златоуста о статуях-то. И у него был епископ, у Иоанна Златоуста-то. И он его тоже послал. Послали своих туда надо. Но те-то раньше выехали. Они только оставили молиться, чтобы они где-то застряли. У них дорога колесо отпало. Пока они ремонтировали, эти обогнали. И первые приехали туда, к императору, и рассказали, был тут бунт. И там ваши свергли статуи, то другое, тащили волоком. Не убивайте людей-то, ну подумайте. А в это время те явились и говорят, ваше императорское величество, они вас там повалили, лицо все в грязи, а он рукой пощупал, да нет, грязи никакой нету. Он с юмором еще император-то оказался-то. Ну и ничего у них не получилось. Вот. Я теперь загадку задаю каждому. Какой это был епископ в то время у Иоанна Златоуста, когда он был пресвитером, когда решили они послать свою делегацию, как его было звать? Для не знающих скажу на букву Ф, как вот Федор. Как его звать было? Найдите в интернете. Потрудитесь. Вот так. Отошел. Галатом 6, 18. Благодать Господа нашего Иисуса Христа садухом вашим, братья. Аминь. Полкованием. Этим пожеланием им показывает, что не по гневу и ненависти все это высказал. И в этом заключается не только пожелание, но и наставление, запечатлевающее все сказанное. Ибо напоминает о благодати, которую они получили не через закон, а верой во Христа. И не сказал с вами, а садухом вашим, удаляя их от песного и показывая, что не от закона, а от благодати приняли духа. И что не закон и не обрезание, но благодать может сохранить в них духа, так же, как и сообщило его. А назвав их братьями, напомнил тем о купеле, от которой мы становимся братьями. Напомнил, простите, от купели мы становимся братьями, чадами единого Отца Бога, а не от закона. Да будет же и с нами благодать Божия, так, чтобы нам жить по духу и греховной нечистотой не утратить божественного освящения утешителя, но всегда приумножать в себе оное во Христе Иисусе Господе нашем, который явил жизнь новую и духовную, уничтожив ветхую и плотскую. Ему слава вовеки. Аминь. Вопросы? Послание к ефесянам святого апостола Павла предисловие. Эфес в митрополе главный город Малой Азии. Он чтил как высшую богиню Артемиду и в честь ее был там величественнейший и прекраснейший храм, который был уважаем всеми эллинами, но особенно ефесянами. Так что Эфес даже назывался служителем Артемиды, как это сказано в книге Деяния, 19 главе, 35 стихе. В Эфесе очень долго жил евангелист Иоанн, сосланный сюда и здесь умер. И Тимофея там оставил Павел учителем. Знаменитейшие из философов также жили в нем. Итак, поскольку этот город был так набожен и так славился мудрецами, то Павел с особенным старанием пишет кефесянам и поверяет им самые глубокие и возвышенные мысли, как уже получившим оглашение. Пишет же это полное возвышенных мыслей послания из Рима, где находился вузах. Поэтому и нам нужно особенное внимание, чтобы понять заключающиеся в нем тайны. Итак, глава первая, послание кефесянам, первый стих. Павел волею Божию апостолу Иисуса Христа, находящимся в эфесе, святым и верным во Христе Иисусе. Толкование. Смотри, какая в то время была добродетель. Святыми и верными он называет мужей мирских, имеющих жен и детей. А теперь и в горах и пещерах не таковы. Второй стих. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Толкование. Сказав, благодать прибавляет от Бога Отца нашего, дабы показать, что сделана нам благодать именно, она сделана Отцом нашим Владыку и Бога. Но и Господь, то есть Сын по благодати к нам соделался и Иисусом, и Христом, так как ради нас воплотился наречен Иисусом и осветил человечество Божеством. Офесянам 1 глава 3 стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Толкование. Вот и Бог и Отец одного и того же Христа. Бог как воплотившегося, а Отец как Богослово. в отличие от иудейского благословения он назвал это духовным, ибо то было более телесным. Бог благословит, сказано, плод чрева твоего, 2 законе 7.13, и благословит вхождение твое и исхождение твое. здесь же всякое благословение духовное и ни в чем у нас нет недостатка, ибо мы сделались бессмертными и сынами Божиими и сонаследниками Христа, и начаток наш приемлет поклонение от высших сил. Посему справедливо сказал всяким благословением, потому что нам даровано все божественное и духовное. Далее, во Христе, то есть через Иисуса Христа дано нам благословение, а не через Моисея, как Иудея. Поэтому не только качеством благ, но и посредником отличаемся от них. Как бы поясняя, почему наше благословение духовно, он говорит в небесах, ибо благословение иудеев было на земле, а потому и телесно. Далее цитата. Ты будешь говориться есть от трудов рук твоих в землю, где течет молоко и мед, благословить Господь землю твою. Об этом читаем Псалом 127, 2 стих, исход 33, глава 3 стих, и второзаконие 11, 27 и 31 глава. А здесь ничего нет земного, но все небесное. Поэтому-то и духовно наше благословение, ибо царство небесное обещано нищим и гонимым. Великая награда над небесах. Вопросы? Андрей Лошкин спрашивает, епископ антиохийский Флавиан на букву Флавиан. Молодец, 5. Вот Андрюша молодец. Так. Вопросы по первым четырем стихам послания к еписианам. Вроде пока все понятно. А вот скажи, избрал нас прежде... А, это еще не прочитали. Давайте, сейчас четвертый стих прочтем и постараемся задать вопрос, если что-то непонятно будет. Итак, Ефесянам первый глава, четвертый стих. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, толкования. Благословил говорить нас через Христа, равно как и избрал через Него, то есть через веру в Него. Избрал прежде создания мира, ибо соделанное для нас предопределено от века, не новое что-либо совершается, но приводится в исполнение положительного изначало. А слово избрал указывает и на божественное человеколюбие, и на добродетель их, ибо Он избирает всех, которые будут достойны. Чтобы ты, услыхав, что Он избрал, не сделался беспечным, как уже избранный, Он говорит, для того нас Бог избрал, чтобы мы были святыми и непорочными, оставаясь верными той святости, которую Он даровал нам при крещении и проводя жизнь добродетельную. Свят же тот, кто держится верой, а непорочен тот, кто безукоризнен в своей жизни. Святости же и непорочности Он требует непростой, но пред Ним. Много бывает святых пред людьми, таковы фарисеи, но не пред Богом. Это и Давид говорит по чистоте рук моих, по какой? Пред очами его. Псалом 17, 25. И Исаия также очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Моих с большой буквы. Исаия 1, 16. Ну и какой вопрос вы хотели услышать Игнаевский Хорис? Так вот избрал прежде создания мира. Вот мы не то, что не родились, земли не было, может быть звезд не было, а уже было написано, что ты будешь избран, тебя будет интересовать изучение Священного Писания, людей это непонятно как, это запрограммировано, я называю как тень, уже вот книзу теперь проекция идет того, что запрограммировано. Он избрал, ты откликнулся, избрание Божье, а вот люди, которые противоречат все везде, наконец я понял, что не избран, и все, отойди от него, он не избран, и никакие знания твои, никакие доводы, абсолютно не дадут, у него караулит его душу дух лжи, какая бы ложь, где ни была, он обязательно будет ее поддерживать, это не избрание, избранный Богом, он тянется к сродственному, где истина, даже он еще не все понимает, что сказано, но его туда будет влечь, как вот магнит притягивает железное, на не деревянной опилке, вот какое дело-то, я пытался раньше находить какие-то новые доводы, а на доводы всегда контр-доводы, а потом понял, не избран, он не избран, и ничего к этому нельзя добавить, он противоречит, он не верит в Христа, представляет его лживым, неверующий Богу-то представляет его лживым, Павел говорит, и поэтому не надо спорить, побереги себя, он не избран, и когда говоришь, меня Бог избрал, открыл, так они как на эти слова нападают на меня, которые лают-то там, прямо в бешенство приходят, ролики составляют, всякое-то показывают, избран, избран, то есть, а ты, подзаряди слово избран, посмотри, сколько раз, и везде избранным, избранным, они этого слова не знают, а сатана лютует, почему? Потому что есть такое мнение, вот сколько там было этих бесов, которые с неба пали во время войны с Архангелом Михаилом, мы не знаем, но речь идет ни о двух, ни о трех, если только в одном человеке, их был легион, а легион, это цифра большая, римская единица воинов две тысячи, две тысячи, а если брать это в цифровом значении, сто тысяч, сто тысяч, если в одном человеке их столько было, то сколько же их во всей вселенной, да на все годы-то раздели, и он нас избрал, и он ничего сатана не может сделать, вот то, что в нашей жизни есть, для Бога делаем, говорим, собираемся, это уже там записано все у Бога, просто содрогнешься, боже мой, да как же это так, неверующие этого не понимают, у Бога нет вчера, не нет завтра, у него все сегодня, ныне, когда услышите голос Божий, это поэтому, не то, чтобы какая-то апатия, а такое благоговение, только руки раскинешь и будешь о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. как буддист, О, падма, мана падма хум Наконец только остается О, песнопение твое К звездам, солнцу Всему, что он дал и что чудного Приехал ко мне в Глушков И стал говорить я ему о молоке Он говорит, какое чудо Молоко Когда колешь корову, там у них книжка такая Страницы, каждая всасывает И корова уже зарезана Все, он вымя дал собакам Я дома режу и из моего молока течет Как искринки Просто молоко течет Откуда ни одна техника В мире не может сделать молока Даже одного стакана Все химические заводы до единого в мире Не могут создать одной литр молока Ну из таких продуктов Там из травы Из чего они есть А в ней находятся 96 элементов Это единственный продукт, который Усваивается Кишечником Когда желудок полностью вырезан Это единственный продукт Почему, говорит, текущее молоком и медом Молоко Такая легкая пища А из нее что? Творог Но он не прокислен Более кислый, но не прокис Молоко закисло Простокваша Верхнюю пленку снял Сметана Поболтал сметану Как следует-то Кусок масла получится Даже лягушка это знает Чудо-то божье какое И так везде А уж про пчелу говорить не надо Вот у меня газета пришла Дополнительные данные Которые есть Как они восьмерки выписывают Она же Больше ничего Не может сказать-то И средняя между ними Биссектриса Указывает точно На то место Где она нашла Этот мед Там баночка стоит с медом На расстоянии Там 300 метров Или где И они Она впереди их не летит Их Пометили пудрой Сама остается там Они летят и находят Какой концентрации Чтобы не вытекло Как они берегут Для будущего поколения Как эту первую пыльцу Собирают Ужас просто Это все В маленькой мошке Пчелке И поэтому Бога Все премудро Все прекрасно Ну а самое Страшное и дивное Что он нас избрал Чтобы мы поверили Что он умер за нас Вот и все Ефесянам 1.5 Предопределив Усыновить Нас Себе Через Иисуса Христа По благоволению Воли Своей Толкование Сказав Избрал Дал понять Что он Избрал Нас Как Достойных За нашу Добродетель Но так как Не от нашей Только добродетели Зависит Спасение То добавил В любви Предопределив Усыновить Нас То есть Вследствие Своего Человеколюбия Возлюбив Нас Предопределил Притом Уверовать И прийти От нас Зависит Хотя тоже По призванию Божию Но Удостоить Пришедших Усыновления Это дело Одной Любви Его И Человеколюбия Посему Он Присовокупил Предопределив Усыновить Такое же Это Усыновление Которое К нему Приводит Род Наш И делает Нас Своими Ему И это Это И это Так же Через Иисуса Христа Ибо Хотя Отец Предопределил Но Христос Привел Нас Так как Через Сына Все Благо Ах Не Через Какого-нибудь Раба То и Честь Славнее Христианам 1.6 В похвалу Славы Благодати Своей Которую Он Облагодатствовал Нас В Возлюбленцу Толкование Потому Говорит Он Предопределил Нас Усновлению Что Желал Сильно Желал Стремился Это Ведь Есть Благоволение Показать Славу Благодати И Благодеяния Своего Но Разве Ищет Славы Бог Нисколько Божество Ни в чем Не имеет Нужды Но Желает Прославления От Нас Чтобы Мы Как Можно Более Возлюбили Его Ибо Тот Который Изумляется Оказанным Ему Благодеянием Будет Стараться Не Оскорбить Своего Благодетеля И Чем Более Он Помнит Об этих Благах Тем Более Он Будет Любить Давшего Их Итак Благоволение Есть Желание Божие Божие Главное Основа Других Желаний Как Например Первое Хотение Божие Чтобы Никто Не Погиб Второе Хотение Чтобы Сделавшиеся Звыми Погибли Потому Что Он Действительно Не по Необходимости Наказывает Но По Изволению Итак Благоволение Есть Главное Хотение Божие Не Сказал Даровал Но Облагодатствовал То есть Садил Нас Приятными И Любезными Подобно Тому Как Если бы Кто Встретив Какого Нибудь Старца Покрытого Язвами И Изнуленного Голодом И безобразного Вдруг Сделал Его Другим Благообразным И юным Украсив Его Всяческими Дарами Так И Бог Найдя Нас Нравственно Изуродованными И гнусными И Вил Нас Приятными И Прекрасными И Возжелает Сказано Царь Красоты Твоей Псалом 44 12 А Благодатствовал Же В Возлюбленном Сыне То есть Через С большой Буквы Возлюбленного Вопросы Так Час прошел Можно задавать вопросы Не по Теме У кого есть вопросы Пожалуйста Задавайте Продолжаем Нефесянам 117 Которым Мы имеем Искупление Крови Его Прощение Грехов По Богатству Благодати Его Толкование Благодаря Возлюбленному Говорит Мы имеем Избавление Какое же Прощение Грехов Как Оно Происходит Кровью Ибо То Особенно Изумительно Что Предав На смерть Своего Возлюбленного Сына Он Освободил Нас Ненавистных Дав В искупление И избавление Кровь Возлюбленного И Заметь Это Более Чем Усыновление Даже Сына Не Пощадил Ради Нас Ибо После Того Как Сказал Об Усыновлении Говорит Об Этом Восходя От Меньшего Больше Вопросы Игнатий Тихонович У меня Вопросов Нет Об Усыновлении Может быть По подобному Усыновление Рождение Свыше Это Слова Синонимы Православие Почему-то Об этом Мало Говорится И Проповедуется Ярлопести Надо Послушать Вот Там Все Говорит Пусть Зарядать Его Проповед И Послушает Ярл Николаевич Пести Он Это Очень Подробно Доходчиво Объясняет Да То есть Вот здесь Прямо Такое Страшное Толкование Что Бог Нас Вот И зародован Их Нравственно Получается Как бы Возлюбил Даже Больше Чем Своего Сына Иисуса Благ То есть Своего Отдал А Нас Усыновил И Это Было Еще До Сотворения Мира Вот так Подумаешь Только Индиву Даешь Ибо Бог Возлюбил Нас Когда Мы Были Еще Грешниками Еще Впереди Говоришь Что Он Избрал Нас По Достоинству А Тут Возлюбил Когда Еще Были Грешниками Сначала Возлюбил Мы Туда Его Творение То есть Понятно Потом Уже Избрал Как Откликнувшийся Получается На Его Призыв Тоже Как Ну да Надо Пести Послушать Там Действительно Заметь Когда Ангел Является Корнили Он Говорит На Память Пред Богом Пришли Твои Молитвы Милостыни Вот Он Его Расположил А там Сколько Было Сотников А Никого Больше Бог Не Избрал Почему Жили Обыкновенной Мирской Жизни И Поэтому Чтобы Быть Избранным Мы Подготавливаем Почву Сердце Даже Бывает Человек Не Верующий А Такой Добрый Добрый Он Близок К тому Чтобы Слово Божие Воспринять Сразу Покаяться Вот Это Говорит Он Нас Избрал Смотря На Наше Отношение К Бог Блудный Блудный Сын Блудный Должен Был Пойти К Отцу У Корыта Он Не Встречал Телеграмму Ему Туда Не Слал Посылки Не Посылал А то Бог Любит Всех Бог Любит Всех Как Любит То Долготерпит Бог Грешника Ненавидит Он Уничтожает Его Он Любит Грешника Кающегося Премудрости Соломона Написано Бог Не Любит Никого Кроме Живущего С Премудростью Вот И Все А Это Чисто Сектантский Подход Как Ты Не Живи Как Ты Есть Так Ты И Приди Так Нет Нигде Ты Раскается Вот Как Ты Есть Не Улучшись Раскается Разница Большая Расположение У тебя Было Или Не Было Вот Как Раз Сегодня На Благовестии Женщина Встретилась И Евангелие Это И Даю Она Так А Вы Не Свидетели И Говы А Сегодня Как Раз Про Них И Даю Да И Запретили Говорю Так Что Не Бойтесь Говорю Мы Как Раз Проповедуем Истину В Отличие Них Она Прям Как Раз Вот Это Подмысила Они Мягко Стелят На Поговорка Так Что Вот Они Говорят Что Все Грешники Спасутся Сейчас Тоже Об Этому Тоже Это Дух Как Жанна Сказала Я Поправил Обольщение Да Да Обольщение Но Она Вроде Как Они Ласкают Умощают Все Хорошо У них А Стелят Они Сладко Сладко Я Место Привел И Многие Изберут Себе Учителей Которые Стили Слуху А Ей Видно Бог Открыл Что Она Сердце Почувствует Что Они Лукают Что Больно Так Кошка Ласковая Ласковая А когти У нее Вон Какие Ну 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 И так Поговорили Она Поблагодарила Евангелие Взяла Мы Как Раз Занятие Растолковываем В чем Заблуждение От имени Лже-свидетеля Иеговы Взберут 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 И мысли Говоришь О душе Душе То Где Пойдет А Души Нет Вот Просто Вопрос Решили Ну А как Если Вад Попадет А Да Тоже Нет Мущение Никакого Мущения Не Будет Все То 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 Как А Вот Эта Женщина Так же Пересказывает Все Но Она Внутренне Чувствует Что Это Неправда И Она Когда От Меня Услышала Она Да Да То Она Ну Видно Что Она По Мерзке Одевается Там В Брюках Крашена Но Дух Видно Святой Подсказывает Что Как Души Нет Все Умрут Все Грешники Пойдут В Рай Она В Это Не Верит Понятно Какие Вы Православные Не Были Но Наши Бабушки Всегда Говорили Что В Аду Будут На Сковородках Черт Жарить Я Это Помню Ваша Мама Тоже Вам Постоянно Об Аде Страху Нагоняла А Эти Ничего Нету Я Говорю Что Бог Грозит Адом Чтобы Человек Не Попал Туда А Сатанагович Чтобы Ада Нет Чтобы Человек Там Оказался Ну Вот Так И Есть Вопросы Можно Это Роман Да Роман Давай А Вот Ну Вот Вопрос Такой Что Ну Как Уже Сказал Гнать Дихон Что Бывают Не Избранные То Есть Без Разницы Что Говорить Ну В смысле Возвещать Да Об Истине Но Появляя Вот Когда Общаешься С людьми С которыми Приходится Просто Общаться По Работе Или По Дому С Домашними Вот Бывает Что Людям Как Бывает Говорят Что Им Не Нужно Да И в церкви Тоже В смысле В храме Им Не Нужно Говорить Цитатами Как Ивангелия Хотя Они Бывает Как бы Они у меня Вертятся На голове Да И Я как бы И сам себе Это все Привожу В том числе И получается Что А им Это не нравится Бывает Такое Вот Вот В этом Случа Быть То Искать Л То Не Говорить Первое Что Попалось В голову Пришло Естественно Приходят Чаще Цитаты Приходят Вот Тем более Когда В храме Находишься А там С людьми Разговариваешь Из храма Вот Как Вот поступать В таких Случа Или Искать Какие-то Выходы По-другому Как-то По-мирски Сказать Тут А вот Есть Такой Рассказ Одна Женщина Одинокая Жила У нее Была Дочка Дочери Было Неполных Пять Лет Через Двих Селение Проходил Цыганский Табор И дочка У нее Потерялась Но Она Объявила Милиция Все Никто Ничего Не Нашел Не Дочери Было Меньше Даже Меньше Года Три Наверное Было Ей Ну Проходит Года Два И в это Время Соседка Прибежала И говорит Я видела Настю Твою Там Говорит Остановились Около Базара Цыгане Она Говорит С ними Вместе Цыганка Бегает Одета Так же Все По-цыгански Уже Говорит Ну Мать То Кинулась Туда И правда Но Она Скорее Побежала Там Полицию Заявила И девочку Изъяли Из этого Но Судья То Не знает И судья Вынес решение В течение месяца Она у ней Будет жить Дома У родной Матери Если она Ее Не признает За мать То придется Вернуть Ну вообще-то И правильно Как Соломон Решал И она Не знает Что и игрушек Накупила И там Помыла Ее Там И косы Ее заплетает Она играет Так меланхолично Перебирает Игрушки Выдет А когда мы К маме моей Пойдем Для нее Мама Это грязная Цыганка Вот ее положение Матери Прикинь Ну любая женщина Прикинь Это единственное Ее сокровище Надежда Ее И она ее Не признает И последний день Наступил И она просто Мать уже сидела Молилась И ничего не помогает И она запела Колыбельные песни Как она и пела Когда она Маленькая была Муж погиб И вдруг Девочка Бросила играть Замерла И в другой комнате Бросилась к ней На шею И закричала Мама Ну естественно Что дочь Осталась при ней Так вот Вывод такой Что Дитя Это забыло Голос Отца Матери Там вот эта Цыганка Ворожейка Засела И люди Сегодня Голос Отца Небесного Не знают Это Библия Это не цитата Слово цитата Выкиньте Из головы Его нету В Библии Научитесь Говорить Глава Стих Это Голос Неба Это С неба Сказанное Писали Святые Божьи Человеки Будущи Движим Духом Святым И у Библии Три названия Библия Священное Писание И Слово Божие Все Это Слово Божие И люди Когда говорят Тебе Вот Че ты там Такими цитатами И прочее Ты скажи Это голос Божий Вы его просто Потеряли Не знаю Жили вдалеке Не отходи Ни на шаг Меня часто Спрашивали Может быть Своими словами Как-то передать Люди Чтоб приняли Это Ни под каким видом Я говорю Вот мы сидели Я сидел Я в камере 112 В Барнауле В 86-м году Нашу камеру Называли Камерой Академиков Ну там сидели Преподаватель Твоей группы Космонавтов Лозин Во главе Директоров Шел То есть Такие вот Шишки Все И они мне Да что там написано Ну уже два дня Прошло Они меня спрашивают А вот вопрос А у вас там Что-нибудь написано В вашей книге Все Я им теперь Говорю И они Выписывать будут Они будут Обращаться Как Слово Божие То что они не принимают Никакой роли не играет А ты всегда говори Так говорит Господь Бог Как говорил Пророк Михей Вот как Господь Бог Отмечает на это Господь Бог Чтобы они слышали Это Слово Божие Они не будут верить Будут тебя поносить Как только вопрос Коснулся Если какой темы Не касались И ты видишь Еще они не хулят И скажи Так говорит Господь Бог Ныне Восстану Ныне Разделюсь Ихем Идарину Цахов Размерю И поэтому Страна любая Может быть разделена На разные Майданы На разные Самопровозглашенные Республики Это Бог допускает И делает Сегодня Выставили в интернете Это мне надо Просто посмотреть Ну Я не могу Вам его показать Сейчас одну минутку Гляну Я сохранился Он у меня или нет Очень интересный Да Вот она где Украина Я сейчас ее выставлю Крупно Кто будет смотреть ролик Посмотрит Вот посмотри Пожалуйста Сейчас открывается Что-то тут не получилось Маленько Ну-ка получится Нет Да Получилось Русские цари И не думали Что закладывают Украинские города Город Такой Харьков Основан В 1630 году Годах Русским царем Алексеем Михайловичем Романовым Там селились Малороссы Бежавшие От поляков Справа Берега Днепра Ну еще и город Харьков Начало Суммы Основан Не позднее 1665 Года Царем Алексеем Михайловичем Романовым Царь разрешил Поселяться тут Беженцам Малороссам Это украинцы Малороссы Которые Которых убивали Поляки Кировоград Был основан 1754 Русской императрицей Елисаветой Петровной Под названием Елисаветград Как крепость Для защиты Южных Рубежей России От татар Я тут жил в Кировограде А? Жил, говорю, в Кировограде Ну давай, почитай У тебя лучше получится Считай, Запорожье Запорожье Основан 1770 году Российской императрицей Екатериной II Под названием Александровск Вот мы уже сейчас считаем Это какой город? Четвертый Пятый Кривой Рог Основан В 1775 году Екатериной II Шесть Невропетровск Основан В 1776 году Екатерина II Под названием Первый Второй Второй Под названием Екатеринослав Семь Херсон Одиннадцать Луганск Основан Лагеря русского полководца Суворова 16, внизу, откуда материал взят? Комсомольская правда 14.04.2014 год За 14 апреля Вот какой материал И что спорит И наоборот, надо только быть благодарным Русским людям Что они основали эти города И они там живут Не надо там говорить, что раз основали То теперь отбирать надо Тобольск основал Кучум Так что теперь Кучума отдавать его? Ну вот так Так Роман Ответ принят То есть Своими словами не надо отвечать Только Словом Божьим Приучайте к этому Только Сытятся никакой нету Глава и стих Так говорит Господь Бог И название книги Это я уже передаю опыт Очень большой опыт Я тысячу раз Говорил это Ну а если человек Ну всем своим Не только видом Ну и прям говорит Не надо мне ничего говорить Не надо Отойди Все Все отойди Не бросай жемчуг перед свиньями Отойди Отойди А тряси прах с ног Не ну не приняли Жел, наверное, вот там В клочках-то Ну она так поехала Стою на остановке Думаю Так а что я Так надо Давай тряси там Спадала там Свою пыль-то на них И все У меня как-то было желание Туда поехать И вместе с ней На улице Помолюсь Как-то все Не хватает Только без собак Нету Без собак Ну да Понятно Игнатий Тихонович Ну и Братья и сестры Вот Как бы Вопрос еще В том что Такие люди С которыми Как бы не отойдешь Как отойти Если они домашние Допустим Храм К прихожой Они приходят Прихожане Как бы ну Еще общины Никакой нет Прихожане Отойти от разговора В данный момент То есть Не продолжать Замолчал И все Понятно Конечно У тебя будет Внутри Как разлитый огонь Тебе хочется Их обратить Всякими Ведомыми И неведомыми Путями Пути Господни Неисповедимы Сеющие Поливающие Ничто Все Бог Возвращающий Ты посеял Там где-то Парил Не всходит Пока Это не в твоих силах Успокойся И все Но тут Крепче Не столько Хочется обратить Я понимаю Действительно Что У вас люди Не избранные Поэтому До них И не доходят Но Еще Дело в том Что Они говорят То есть Они Мне Приходится Можно сказать Даже По 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 Этикету Так скажем Выслушивать То есть Не сказать Не говорить Так А Не хочу Вас слушать И пошел И там Уши Не затыкать От них Вот Слушать Вот То что Как бы Не соответствует Слову Божьему Вот Да Другой кстати Вопрос Когда человек Говорит Ересь Как себя вести Соблюдать Этикет Или всем видом Показать Что Не намерен Слушать Слушать Оскорняется Тоже Смотря Правда Что они Еще говорят Но Игнар Тихонович Вот Как В такой Ситуации Действительно Поступать Еще Когда Они Говорят Допустим Ересь Или что Они там Говорят Пример Можешь Привести Ну Да То есть И Как бы Люди Явно Старше Меня Бывают Поэтому Естественно Неудобно Как-то Сказать Что-то Грубое Какое-то Они Могут Подумать Что Грубо К ним Отнеслись Вот Там Вот То есть Они Угут И ты Говоря Правду Боишься Их Как бы Огорщить Нет Нет Получается Они Я им Бывает Говорю Они Не хотят Меня Слушать Но Они Продолжают Говорить Свою Вот Ты Нам Не Говори То Что Ты Говоришь А при Там Сами Продолжают Говорить То Что Они Говорят То Я Не могу Ничего Ответить А они Говорят И при Этом Понимая Что Я Старше Меня Намного И Вот Как Отойти Как Там При Этом Они Знают Что Мне Некуда Ити Допустим Те же Родители Допустим Там же Попался Короче Под мясорубку Да Как В таких Случа Поступить Вопросы Не Совсем Понимая Они Говорят Тебе Нравится Постой Послушай Чем Оно Закончится А нет Значит Совсем Уже Никуда Не Годится Ну И Распрощайся По Хорошему Дойти А то Один Говорит Его Зажали Вот Так Он Не Знает Что Сказать Я Подумал Обматерю И Уйду Ну Это Не Годится Никуда Я Говорю Совсем Все Такое Тут На Каждый Конкретный Случай Господь Укажет Как Иногда Из Их Толпы Кто Выступит Вот Я Ну Вышли Там Во дворе Сидим Новосибирский Главный Храм Он Один Был Я Стал Говорить Монашка Рядом Прям Со Мной Сидит А В Это В Это В Слушайте Это Сектант Это Баптист А Она Как Сидела Дерево Бревно И Она Прыг Прыг Зад Поднимает Как Сорока Запрыгал И От Меня В Сторон И Я Уже Остался Один Другие Люди Стоят А Там Еще Один Подошел Да Че Вы Слушайте Вот Это Мужчина Сказал Да Это Православный Вы Видите Что И Причащался И И И И Она Опять Прыг 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 Ко Мне Это Монахиня В Плотую Ко Мне Не Баптист Что Спрашивает Она Сидит Тут Руками Опирается На Бревно И Подпрыгивает Так Зад От Меня В Сторон А Потом Опять Ну Че Так Это Снисхождение Сделай Как Бог Как То Восставляет Кротость Это Наша Перед Богом Выявляется Ты Делал Для Бога И Поэтому Ну Что И В Глаза Божья Роса Этот Поносец Стреляет Пашков Воевода В Вакуум А Он Ему Говорит Пашков Афанасий Там Филиппович Благодать В устах Твоих Он Его Поносит Он Благодать То есть Я за Эту Награду Получу А он Его Убивать Готов Ему Опять Обращается Там Афанасий Филиппович Придет Время Я Тебе В Монахе Постригу А Воевода И Получилось Когда Пришел Из Похода Его Предъявили Все эти Требования И Казнить Могут Так Он Прибежал К нему Воеводы Постриги Меня Монах А Монаха Не Казнят Он Говорит А Ты Помнишь Я Тебе Говорил А Ты На Меня Злобился Как А Вот Пришло Время Вот Как Так Что Не Сразу Все Можно Да У меня Был Такой Как Один Случай Когда Тоже Вот Так Ж Как Роман Говорит Что Ну Это Враг Конечно Через Этого Человека Враг Испытывает И Терпение И Знание И Все Ну Дослушать До Конца У меня Получилось Дослушать До Конца Потом Поблагодарить За доверие Что Он Изложил Свои Мнение И Потом Сказать Ну Вот Я Мне Так Было А Библия Говорит О Другом Открыть Библию И Зачитать Стату Если Есть Возможность Все И Враг Отойдет Сразу И Оказалось Что Просто Провирали Меня На Терпение Так И Сказали Что Что Ты Скажешь Ну Или Как Себя Повредешь Вот И Все То Поблагодарить Человека Что Он Излагает Свои И Сказать Что Господь В Библии Пишет Так Говорит Так Через Пророков И Все Просто Терпение Выслушать И Возможно Что Может Он Еще Раз Подойдет И Спросит И Тогда Уже Будет Разговор Более Актуальный И С Вашей Стороны Роман Ответ Прям По Библии Роман Роман Не хотят Себелью Слушать Что Затыка Это Свою Мудрость Человеческую Говорит Уже Было Он Не Знает Продолжать И Дальше Слушать Или И Гнати Тихон Да Молчание Слушать Выслушать Словет Уважение Слушать Уважение Андрюша Питрофон У тебя Громко Я Я Тут Игорь У меня И Хочешь Вопрос Задать Давай Мир И Игнатий Тихонович Помогите Советам Я Заметил За собой Что В храме Я Когда Хожу На службу У меня Мысли Я Смотрю На людей И Каждому Плохо Думаю В основном По внешнему Виду И Как Они Сядут На службе То есть Я Помолюсь Там Минуту И Меня Уводит Опять Мысль То есть Допустим Вот Хористки Они Сегодня В каблуке Были На 15 Сантиметрах Длина Каблука И В мини-юбке И Она Херувимскую Песню Поет Отложим Все Житейское Попечение И У меня Мысли Ты Не Отложила Я Не Хочу Слушать Своих Уст Вот Эти Слова То есть Мне Показалось Что Кругом Сатана Смеется Надо Мною То есть Там Херувимскую Поет Кто-то Ногу За ногу Заложит Кто-то Начинает Качаться Шитаться Дети Маленькие Уже Одеты Как В менюбках Девочки Маленькие В ковготках Черных То есть Батюшка Сегодня Архирей Приезжал Он Под него Специально Выбрился То есть Ну как Я не сужу Судом Мне не нравится Как они себя ведут И Я кругом Замечаю Что Там Шепчутся Там Разговаривают То есть Начинают Петь На старославянском Сегодня Евангелие Я считал Архирей Я только Понял Из всего Этого Что Он Говорил Фомению Верующим То есть Я-то знаю О чем Говорит Но люди Не могут Понять Он сам Сказал Бутафория Сам У нас Все Говорит Бутафория Я вот Думаю Как там Молиться Может Вообще Глаза Закрывать Просто Я Подумал И Уже Затекать Правильно Серафим Саровский Говорит Когда Молишься Закрой Глаза Когда Сон Будет Подходить Открой Глаза У нас Наоборот Сон Подходит Закрыл Глаза Выхода Никакого Нет Ходить Надо А ты Начинай Сам Себя Судить Этим Побеждай Она Ничего Не знает Она Может Никогда Не слышала Какая У нее Обстановка Что Я Сужу Да Этим Лене Заниматься Когда Я За Собой Такое Знаю Что Не Хочу Чтоб Другие Даже Это Знали Это Семь Вы Мысли Прямо Сейчас Сказали Как Я Идюх Так Я Говорю Как У Меня Бывает Так Что Задумаешься Но Я У нас Дисциплина А тут Другое В это В это Время Они Что-то Там Поют Бывает Я Нераз Слышу Еще Плохо А у У меня Мысль Уже Другой Я Там Довершаю Или Проповедь Про себя Готовлю Я В храме Говорил На каждом Богослужении По Две Проповеди По 25-30 Минут А теперь Я Не Говорю Но Мысленно Я Слагаю Слагаю Предложениями Или Что-то Там Нужно Было Молиться Кто-то Поведал Я В это Время Молюсь Я Не Слышу Он Считает Медленно Или Скороговоркой А другой Считает Хорошо Я Сразу Переключаюсь На то Что он Считает Это Бывает Такое Искушение Отчаиваться Не надо Ты Пошел Ты знаешь Куда Пошел Это Храм Божий Поэтому Правильно Сказали Закрой Глаза Опусти И Слушай внимательно Что считается Непонятно Надо Маленько Язык Изучать Церковно Славянский Пока Никак А у нас Мы добились Этого Что у нас Считается Все Библейское Псалмы Евангелие Послания Деяния По Риме Все считается На русском языке По синодальной Библии Так у нас На это Сколько лет Ушло Борьбы Нас Епископ Горозился Там И отлучить И запретить А потом Сам Начал Переводить На русский Язык За упокойная Молитва Терпение Нужно Терпение И через Терпение Терпение Говорит И труд Все перетрут И будешь Доволен И скажешь Вот теперь Я понял Как А эти люди Что-то не так А ты поговори Выбери момент А с ней Отдельно Поговори Скажи Это храм В храме Это на соблазн Так не надо Одеваться И чтоб видно Было Что ты ее Не судишь А то может Мы судим За именную Юбку А сами Видим ее Совсем Без юбки Как Лев Толстой Пишет Мы своих Невест Старались Одеть Чтоб даже Ничего не видно Было Кроме лица То есть Мысленно А сейчас Офицеры Говорят Он смотрит На нее Там невеста Или кто Он ее Раздевает Глазами Поэтому Когда на себя Больше смотришь Лучше глаза Закрой В землю И размышляй Да помолись О ней Открой ее Господи Чтоб не было Соблазна Да и Ну вот так вот Еще Игнатий Вот Мы читали Сегодня Бог Нас избрал До создания Земли Да Он же знал Нашу путь А почему Тогда Я больше Пол жизни В грехах Жил И не знал Вообще Бог Ничего А потом Какой-то Был день И я Изменился Как-то Объяснить Почему Это долго Не Почему Он мне С детства Не дал Это слово Вы вопрос этот Кому задаете Я не Бог Задавай Богу Я бы От юности Из люльки Избрал Но у Бога Другой план Я в 23 года Пришел Я этот вопрос Не задаю Только Виноват я Он ко мне Подходил Бог Он меня касался Маленького В армии был После армии То есть Я везде увидел Руку Божью Я на нее Не откликался У меня сокрушение Слезы Что я сделал 23 года Потерял Господи Прости Вот найдите В себе Когда он вас Касался И вы не Откликнулись Он нежно Касался Я помню Коснулась Я в отпуск Ездил В армию Меня отпускали Ну Как это В отпуск В армию Как называть Не знаю Как назвать Это Ну Просто Съездил Дома Сколько Полмесяца Пробыл И дороги Ехали И оказались В купе В одном Старик Со старушкой Немцы А я по немецки В это время Уже изучил И разговаривал С ними Ну и Они обрадовались Что по немецки Так А я им читаю У меня Произначение Голдойч То есть Литературный язык Они до того Довольны А я в это время Уже Вышел Там На веселее Был Там Кружку пива Выпил Или что-то Я как не вспомню По сегодняшний день Они умерли Конечно Давно А я головой Кручиваю Ох свинья А это с ними Духовная песня Они Кесангбул Достали Книга немецкая Но мы сидели В вагоне Пели А я то видел Что я не такой Они даже от меня Запаха не послушали Свинья Такая Уж я себя Полвека Костерю за это Спасибо Слава Господу Никогда не отчаивайся Нил Синайский Говорит Согрешить Это дело Человеческое А отчаиваться Дело Сатаринское Ну Не так было Не так Завтра уже Делай вот так Настрой себя На это А хочешь еще Увидеть Как вот Есть такой способ Я скажу Но он вам не понравится Может быть Если у вас есть Радио Дома Включи радио И начинай молиться Начинай молиться Чтобы твоя молитва Перебила все Если тебя арестуют А там день и ночь Колготятся Ругаются Там дым такой А ты ничего не видишь Тебя будут допрашивать А ты в это время Будешь молиться Надо учиться Молиться В любой обстановке А не так Что я молюсь Тишина Чтобы никто Не пихнул Не стукнул Это не годится Это расслабленность Включи Пусть он играет А ты увидишь Как постепенно Ты научишься Поборать это все Этого не видеть И молишься Когда Посмотри на улицу Люди идут Какие мысли приходят А сам продолжай молиться Поклон сделал Опять посмотрел Господи Прости меня Могу ли я этим людям помочь И вот Надо на практике Это все делать И тогда увидишь Как эта Перена от вас Отползать начнет Андрюшу Ну они говорят Ну они говорят Только библию Цитируют Я говорю Так это наша Первоскопенная книга По которой мы должны жить Он говорит Нет У нас есть Отеческая литература Я говорю Так давайте Будем сверяться Литература С библией Чтобы она сходилась Нет Говорят Так делают Только протестанты И вот у нас Постоянно Они говорят То есть Соответствуют Действительности Их слова Но эти слова Это обличительные А вы им читайте Евангелие От Яна 12.48 Наизусть заучи И цитируй Господь говорит Я не сужу вас Слово Которое я говорю Оно будет судить Вас в последний день Если по слову А не по святым отцам Бог будет судить То очевидно Вся моя жизнь Должна быть направлена На то чтобы выполнить Потому что В этот свет Священного Писания Я должен войти Как 8.20 Исаия говорит Если они не говорят Как по слову Божию То нет там света Вот эти две фразы Возьми И все И все время повторяй Судить Бог будет По слову своему И поэтому мне На первое место Что выдвигать А теперь говорят Святые отцы Они толкуют А скажи Что он будет толковать Если священного Писания нет Как раз они Святые отцы Слово Божие На первое место И ставят И разъясняют А что бы они Разъясняли Если бы слова Божия То не было Вот я вот Про это же говорю И вот я здесь Недавно молился И мне Через год Господь даровал Товарища Ну я не знаю Братову можно назвать Или нет Но он баптист С кем можно беседовать Не знаю Когда он будет православным Примет крещение Тогда будет братом А сейчас только По Адаму По Адаму По Адаму Мы все братья на земле От Адама с Евой Произошли А по вере Он еретик Еретик Не может быть братом Ну вот самое интересное Что вот Единственный человек Только с кем я могу Беседовать О Слове Божьем И я ему все время Толкую Святых Отцов И он меня все время Спрашивает А как у вас Это написано Это вот самое удивительное Это уже очень хорошо И он увидит Ему обязательно На нашем сайте Там Крестному православию есть Я не знаю У вас книга Это есть или нет Там о священстве О церкви Две темы Две темы О церкви О священстве И вместе с ним Считай И когда он поймет Что они не церковь Без священства Нету благодати Освящающей Все И скажи Соверши крестное знамение Чтобы видно было Что ты не антихрист А как перекрестить Скажи Ты уже православный Спасибо Христос И На вопрос Который был Недель назад Помните Вы задавали Уволился я или нет Ответит на вопрос Который Недели назад Вы задавали ему Уволился ли он С этого Своего Военного Своего училища Ну да Еще уволился Ну да Еще в 2015 Уволился Ну вот И это Еще хотел сказать У меня сегодня Удивительный сон Присоялся Что я к вам в гости Приехал И привез с собой Четыре товарища Показать Как живет Настоящие Православные христиане Ты хочешь привезти их? Это сон Сон у меня сегодня Был такой Что я привез Показать Четырех людей А ты на практике Примени Нынче у нас будет Крещение Девятого числа Июля И вот с товарищами Которые там Не пьют Не курят И можете приехать Я в маршрутку Вышлю И Андрею говорю Товарищ Вот с вами сидит Точно так же Девятого июля Если полное погружение Не было Будет у нас Крещение Андрей там был Знаю Нет у меня А бы работал Тот Андреев Который второй Другом Я другому Андрею говорю У меня на Андреев Везет Со всех сторон Андреев Храбрый Ну что Сережа Давай На расставание Давай Побоимся Светися 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 Новый Иерусалим Слава Бога Спорня На тебе Россия Отец Отец наш Небесный Мы предстали Перед твоим Ильичем И просим Во имя Господа Нашего Иисуса Христа Воскресшего Из мертвых Благослови Нас Чтобы Слово Твое Живое Принесло Плоды Умудри Поступать Мудро Смиряясь Перед тем Что ты Посылаешь Нам Испытания Не Продимем А тех Кто Мучим И Убиваем За слово Твое Прими Их В обители Вечные И веру Православную Возвысь А замыслы Речеков Разрушь И вничной Преврати Не дай им Погибнуть Распусти Нас С миром Тебе Божья Хвала И слава Отец Сын И Святой Дух Аминь 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 Да Среди Ты Нас Бог Аминь 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 Аминь